МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраша. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Капремонт завершается. Третья поликлиника в Благовещенске практически готова к открытию. Работает в штатном режиме. Пациентов 2-й поликлиники Благовещенска принимают в новом здании. В старом планируют провести масштабную реконструкцию. Экскурс в историю и не только участники месячных мобилизационных сборов посетили военно-патриотический парк «Патриот». 27 километров за полгода очередной участок автотрассы Благовещенск-Гомелевка отремонтирован с опережением графика. В здании 2-й поликлиники Благовещенска пройдет масштабная реконструкция. Там отремонтируют все четыре этажа, а также подвал и чердак. Стоимость всех работ, которые начнутся уже этой осенью, более 200 миллионов рублей. Сейчас прием пациентов ведут в здании, расположенном на территории детской областной клинической больницы и кабинетах общей практики, которые находятся в отдаленных районах города. Как прошел переезд и где можно получить необходимую консультацию, расскажет Юрий Камышный. Прием пациентов 2-й поликлиники в здании по улице Октябрьская, 108, корпус В начался с 11 октября. Сегодня здесь можно получить консультации узконаправленных врачей. Из старого здания, расположенного на КПП, сюда перенесли кабинеты хирурга, стоматолога, центр здоровья, дневной стационар и лабораторию. А вот терапевтическую службу распределили по кабинетам общей практики, расположенных на Тайване, спичфабрике, маховой паде и в Белогорье. На Октябрьской работают только два терапевта. На данный момент здесь работают два участковых терапевта. Наша работа сейчас заключается в том, что на базе этого здания, Октябрьская, 108 В, мы принимаем пациентов, проживающих на первом-втором терапевтическом участке и тринадцатом-одиннадцатом. Плюс конкретно у меня еще вызова на дому к пациентам, те, которые не могут сейчас подойти сюда. Прием пациентов организовали так, чтобы исключить контакты с больными острыми респираторными вирусными заболеваниями. Консультацию врачей они получают в отдельном здании. В этом здании у нас изначально не получилось организовать работу кабинета инфекционных заболеваний, поэтому руководством было принято решение кабинет инфекционных заболеваний оставить на участке врача общей практики по адресу улица Зеленая, 77, дробь 1. Туда попадают пациенты с признаками острой респираторной вирусной инфекции, где для них организован отдельный фильтр, и там же берут мазочки на ковид. Во временном здании второй поликлиники по улице Октябрьской, 108, можно также пройти диспансеризацию и поставить прививку от ковид-19. Несмотря на переезд, медицинское учреждение продолжает работать в штатном режиме. Кстати, узнать, где ведет прием тот или иной врач, записаться к нему на прием, можно по старым телефонам поликлиники. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Готовность 95%. Третью поликлинику в Благовещенске после капитального ремонта планируют открыть уже в ноябре. Сроки сдачи объекта были сдвинуты из-за дефицита рабочей силы в связи с пандемией. Капремонт учреждения начался в декабре прошлого года. Уже смонтированы воздуховод, вентиляционные установки, внутренние перегородки. Выполнена стяжка пола устройства инженерных коммуникаций. Детская поликлиника будет устроена по бережливому принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Кроме того, объект оборудуют современными инженерными системами. Процесс работы автоматизируют. Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте стартовали в Амурской области. Речь идет о междугородних и муниципальных маршрутах. Перевозчикам поручили контролировать наличие маски у водителя в процессе движения. Для этого просматривать камеры видеонаблюдения. На дальние расстояния использовать дезинфицирующие средства с кондиционером. Организации, которые обеспечивают транспортное обслуживание на междугородних маршрутах, информированы об усилении режима дезинфекции в транспорте и на вокзалах. Выполнение этих мер в ходе рейдов проверяют комиссии. В их состав входят специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства области, региональное управление МВД России. Они смотрят наличие средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов, масок у пассажиров, запас дезинфицирующих средств, также информационных сообщений для граждан. Дамбы в трех населенных пунктах Преамурья построят до 2024 года. Предварительная стоимость возведения гидротехнических сооружений превышает 5,5 миллиардов рублей. При этом свыше 4,5 миллиардов средства федерального бюджета. Вопрос защиты подтопляемых территорий обсудили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор региона Василий Орлов. Было отмечено, что проектирование объектов завершат в следующем году, а их строительство намечено на 2023 и 2024 годы. Расходование бюджетных средств будет контролировать областная прокуратура. Почти 30 километров за полгода ремонт участка трассы Благовещенск-Гомелевка выполнили за рекордно короткие сроки. Работы должны были завершить в 2023 году. Капитальный ремонт одной из опорных автотрасс Преамурья Благовещенск-Гомелевка проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Участок от 26 до 54 километра вместо отведенных на него трех лет обновили за шесть месяцев. «Опережащими темпами введем работу. Осталось 2,5 километра устройства слоев асфальтобетона. Планируем до среды следующей недели закончить и до 15 ноября полностью завершить объект». На ускоренный ход дорожного ремонта повлияло и применение современных технологий, позволяющих проводить асфальтирование даже при отрицательных уличных температурах. «Предусмотрено добавление в битумную вяжущую определенной добавки, которая уменьшает температуру и позволяет уплотнять ее до минус 10 окружающей среды». В целом, ремонтную дорожную кампанию этого сезона губернатор признал успешной. Практически все запланированные работы удалось выполнить даже несмотря на погодные осложнения. «Очень тяжелый год. Обводненный грунт и за счет наводнения, в частности, город Благовещенск, меня очень беспокоит. Посмотрим весной на качество. Дело в том, что из-за высокого уровня грунтовых вод не смогли нормативно выдержать строки подрядной организации. Им пришлось асфальтировать достаточно спешно, с учетом надвигающейся зимы. Не смогли грунты отстояться, не хватило времени для этого». При этом, добавил губернатор, все контракты по дорожному ремонту предусматривают многолетние гарантийные обязательства. А потому все проявившиеся дефекты подрядчик устранит за свой счет. Что же касается автотрассы Благовещенск-Гомелевка, то на следующий год ее ремонт продолжится. В планах обновление еще 30 километров дороги. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. Амурчане, которые находятся в запасе, посетили парк «Патриот». Они увидели жизнь и быт советских партизан, которые действовали на оккупированных фашистами территориях Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Резервистам показали исторические экспозиции партизанской деревни, землянки и объекты хозяйственного обеспечения, медицинский пункт, красный уголок, класс для подготовки диверсантов, штаб партизанского отряда и баню. Сюда привлекается в том числе весь личный состав войсковых частей в соответствии с графиком работы. Руководители на всех местах есть, где экскурсоводы и руководители могут рассказать о всех объектах, скажем так, более развернуто даже, чем в интернете. Также участники военных сборов посетили выставку боевой техники времен Великой Отечественной. Настоящим гвоздем программы стало показательное выступление специалистов ремонтного батальона. Для того, чтобы полностью разобрать, а затем собрать заново военный УАЗик, слаженной команде потребовалось менее одной минуты. Ну это вообще что-то, я даже не представлял, что такое возможно. Это буквально вот машина подъезжает, ее 10 секунд разбирают практически полностью, да не практически, а полностью разобрали. Все, 10 секунд машины разобраны. Я в обратном порядке также. 10 секунд машину собирают, садятся ребята, уезжают. Я просто в шоке, в восторге. Евгений Вдовенко, Александр Авдеев, Амурское областное телевидение. Перезагрузка спортивной арены. В свободном после пяти месяцев реконструкции открылся стадион «Локомотив». Работы проведены при участии Амурского газохимического комплекса в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Наталья Ткачук продолжит тему. О том, что нужно для интересной и слаженной игры в баскетбол, Никита Моргунов знает не понаслышке. Он четырехкратный чемпион России, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира. В свободном на обновленном стадионе «Локомотив» именитый спортсмен провел мастер-класс для юных любителей оранжевого мяча. «Смотрите, насколько приятно работать, тренироваться. Совершенно другое. Конечно, конечно. Я и по беговой дорожке прошел и поле. Нам бы в наше время такие бы условия, такие бы стадионы, мы бы чемпионами стали. Искренне, по-хорошему, завидую ребятам. И думаю, что у них теперь есть условия». Свободенскому «Локомотиву» более 80 лет. Современный облик главная спортивная арена города получила после капитального ремонта в 2006 году. Тогда этот стадион стал первым в Амурской области, где оборудовали поле с искусственным покрытием и современные беговые дорожки. В этом году перезагрузку объекта провели в рамках программы по формированию комфортной городской среды при участии Амурского газохимического комплекса. «В целом для компании становится уже такой практикой, опытом. В местах ее работы присутствует компания в городах Российской Федерации, в России. Компания занимается развитием города, благоустройством города, в том числе подобных объектов». После пяти месяцев, что длились работы, на стадионе обновили волейбольную и баскетбольную площадки. Зоны для игры в бадминтон, метание копья и для занятий воркаутом. Помимо этого, подрядчик заменил систему водоотведения, искусственное покрытие поля и беговые дорожки. Также здесь установили новые трибуны и скамейки для болельщиков. Все это позволит жителям свободного заниматься спортом в комфортных условиях, готовиться к сдаче норм ГТО, а также проводить в городе соревнования различного уровня. Наталья Ткачук, Александр Лобачев, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова